Привет, с вами Сергей Гудков, психотерапевт. Сегодня мы говорим про переезд на другое место жительства и будем говорить про неочевидные вещи. Их две. Ненормативное горе и второе. Это создание какой-то сети социальных связей для того, чтобы получать социальные поглаживания и одобрения. Про все остальное вы узнаете из других источников, про язык, про трудоустройство, про включенность в местное сообщество, про принятие новой реальности и так далее, и так далее, и так далее. Вот мы поговорим про две вещи, про которые обычно многие забывают или они не кажутся значимыми, хотя они важны. Итак, первое. Ненормативное горе. Что это такое? Есть так называемое нормативное горе. Допустим, мы потеряли работу, потеряли близкого человека, есть какой-то ущерб для здоровья невосполнимый. Это то, по поводу чего в нашем обществе считается допустимым, возможным и нормальным горевать. Но есть и то горе, любая потеря связана с горем. Есть то горе, которое как бы не допускается, которое считается малозначимым, неважным, но оно все равно есть. Если мы его пытаемся в себе подавить, оно обязательно прорвется, даст какие-то последствия. Так вот, переезд – это всегда потери. Потери связи, потеря общения, потеря каких-то, может быть, памятных мест, куда вы приходили или приходите для того, чтобы получить какое-то состояние и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот, ненормативное горе – это в связи с переездом тоже стоит пережить, дать ему время и место, прямо оплакать иногда. Ну или хотя бы просто прогрустить и принять, что да, кое-что потеряно, потеряно безвозвратно. Даже если вы планируете периодически возвращаться, все равно это будет не то. Есть элемент потери, и его нужно принять и пережить. Вот. И второй момент. Построение социальной сети. Видите ли, мы по своей природе все-таки стайные существа. Нам нужны некоторые одобрения, поглаживания, простые контакты, которые как будто бы дают нашему организму сигнал о том, что ты есть, ты в сообществе своих, тебя принимают, тебе здесь есть место. Это не обязательно должны быть какие-то глубочайшие связи, очень сильные эмоции. Нет, достаточно того, что вы иногда приходите в магазин, здороваетесь, продавец спрашивает. Ну, вам как обычно. Или когда вы на детской площадке гуляете с ребенком и общаетесь с родителями других детей, и говорите, ну вот, а у нас тоже вот то-то, то-то, мы купили вот это, а наш ребенок пошел в таком-то возрасте, а ваш. То есть, хотя бы какие-то маленькие социальные контакты, обмен фразами, две-три фразы, пять слов, может быть, без особой вовлеченности, но когда их есть хотя бы некоторое количество, это дает нашему организму сигнал о том, что все в порядке, ты включен, ты находишься в каком-то сообществе, и значит, у тебя больше шансов выжить. Просто биологически. Вот это тоже нужно учесть и обеспечить. Вот так. Вот так.